Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в тайны прошлого, чтобы понять, что скрывается за фасадом истории. Сегодня нас ждет невероятное путешествие в мир древних звездных карт, тех удивительных артефактов, которые человечество создавало тысячи лет назад, глядя на небо. Эти карты – не просто рисунки созвездий, это настоящие ключи к разгадке того, как наши предки понимали время и свое место в нем. Но чем больше мы их изучаем, тем больше вопросов возникает. Почему некоторые звездные карты показывают небо, которого не мог видеть человеческий глаз? Откуда древние знали о звездах, скрытых за горизонтом? И могли ли эти карты быть чем-то большим, чем просто астрономическими заметками? В этом видео я расскажу вам о десяти загадках, связанных с древними звездными картами, которые до сих пор заставляют ученых ломать голову. А любителей тайн – строить самые смелые теории. Начинаем! Карта Дендера, послание из космоса. Начнем с Египта, с храма Хадхор в Дендере. Там на потолке вырезан так называемый «дендерский зодиак» – круглая звездная карта, датируемая примерно 50-м годом до нашей эры. На первый взгляд это просто изображение созвездий, знакомых нам сегодня, лев, скорпион, рыбы. Но если присмотреться, возникают вопросы. Некоторые исследователи утверждают, что расположение звезд на этой карте не соответствует небу, которое видели египтяне в ту эпоху. Например, там есть намеки на прецессию – медленное смещение земной оси, которое меняет вид звездного неба каждые 26 тысяч лет. Неужели жрецы Дендера знали об этом явлении, открытом официально лишь в античности Гиперхом? А может эта карта не просто астрономический инструмент, а зашифрованное послание? Есть даже теории, что она указывает на некий космический цикл, или даже на вмешательство внеземных цивилизаций. Конечно, скептики скажут – это просто красивая декорация. Но тогда почему египтяне вложили столько усилий в ее создание? Пещера Ласко, звезды на стенах. Перенесемся во Францию, в пещеру Ласко, где около 17 тысяч лет назад древние люди оставили потрясающие рисунки. Среди изображений быков и оленей ученые заметили нечто странное – группы точек, которые подозрительно напоминают созвездия, такие как Плеяды или Большая Медведица. Возникает вопрос – неужели люди эпохи Палеолита уже составляли звездные карты? Это кажется невероятным, ведь мы привыкли думать, что астрономия началась гораздо позже. Но если это так, то как они определили звезды без телескопов? И главное – зачем? Может, эти точки были частью ритуалов, связанных с небом? Или это доказательство того, что наши предки обладали знаниями, которые мы недооцениваем? Интересно, что Плеяды встречаются в мифах почти всех культур – от Греции до Австралии. Может, Ласко скрывает ключ к пониманию этой связи? Диск Небры – древнейшая звездная карта. Теперь отправимся в Германию, где в 1999 году был найден бронзовый диск Небры, созданный около 1600 года до нашей эры. Это потрясающий артефакт. На нем изображены Солнце, Луна и звезды, включая, предположительно, Плеяды. Ученые называют его старейшей известной звездной картой в истории. Но вот что странно. Зачем людям бронзового века понадобилось создавать такой объект? Это явно не просто украшение. Диск был закопан вместе с другими ценностями, словно его специально спрятали. Некоторые считают, что он служил для определения сезонов или сельскохозяйственных циклов. Но есть и другая гипотеза. А что, если это был инструмент для навигации или даже для общения с небесными силами? И еще одна деталь. Звезды на диске расположены не совсем так, как мы видим их сегодня. Это ошибка или намек на более древние знания. Звезды Наска — карта для богов. Двигаемся дальше, в Перу, к знаменитым линиям Наска. Эти гигантские геоглифы, вырезанные в пустыне около двух тысяч лет назад, видны только с высоты. Среди фигур животных и линий некоторые исследователи видят астрономические мотивы. Например, есть теории, что отдельные линии указывают на восход Солнца в дни солнцестояния или на определенные звезды. Но вот загадка. Зачем создавать звездную карту, которую нельзя увидеть с Земли? Может, она была предназначена для богов, которые по верованиям народа Наска смотрели с небес? Или это подсказка для кого-то, кто мог летать? Официальная наука говорит, что это ритуальные рисунки, но точного ответа нет. А вдруг Наска — это не только искусство, но и древний астрономический код. Звездные знания Дагонов — контакт с пришельцами. Перенесемся в Западную Африку, к народу Дагонов, живущему в Мали. Этот народ, чья культура насчитывает тысячи лет, обладает поразительными астрономическими знаниями, передаваемыми через устные традиции. Они знали о звезде Сириус и утверждали, что у нее есть невидимый спутник — Сириус-Б, который был открыт астрономами только в 1862 году с помощью мощных телескопов. Более того, Дагоны говорили, что Сириус-Б — это тяжелая маленькая звезда, что подтвердилось позже — это белый карлик. Но как они могли знать об этом без инструментов? Их мифы рассказывают о Номмо — существах с неба, которые принесли эти знания. Скептики считают, что Дагоны могли узнать о Сириусе от европейских миссионеров, но их описания слишком точны и древние. Неужели их звездные карты — доказательство контакта с внеземным разумом? Стоунхендж — небесный календарь или нечто большее? Перенесемся в Англию, к Стоунхенджу. Этот мегалитический комплекс, построенный около 3000 года до нашей эры, давно считается астрономическим инструментом. Камни выровнены так, что указывают на точки восхода и заката Солнца в дни солнцестояния. Но некоторые ученые идут дальше. Они видят в расположении камней отсылки к созвездиям и даже к движению планет. Например, есть гипотеза, что Стоунхендж мог предсказывать затмение. Но вот вопрос — как люди каменного века могли создать такую сложную систему? И почему именно здесь? Может, это место было выбрано из-за какой-то особой связи с космосом? Стоунхендж до сих пор молчит, но его звездные тайны манят нас. Китайские звездные карты — предсказание будущего. В Китае, в эпоху династии Хань, около 200 года до нашей эры, создавались удивительно точные звездные карты. Одна из них, найденная в гробнице, показывает более 1300 звезд с невероятной детализацией. Но что интересно, китайцы не только фиксировали небо, но и связывали звезды с судьбами людей и государства. Например, появление гостевых звезд, возможно, сверхновых, считалось предзнаменованием. В 1054 году они даже описали сверхновую, которая позже стала крабовидной туманностью. Неужели эти карты были не только научными, но и пророческими? И как они достигли такой точности без современных инструментов? Звездные потолки гробниц Египта. Вернемся в Египет, но теперь к пирамидам. В некоторых гробницах, например, в долине царей, потолки расписаны звездами, образующими сложные узоры. Это не просто декор. Звезды часто соответствуют реальным созвездиям, видимым в определенное время года. Некоторые египтологи считают, что это карты пути души фараона к созвездию Ориона, которая ассоциировалась с богом Осирисом. Но вот загадка, почему звезды на этих потолках иногда показывают небо, отличное от того, что было в эпоху строительства? Может это память о более древних временах? Или намек на знания, унаследованные от кого-то еще? Аборигены Австралии и звездные мифы. Австралийские аборигены, чья культура насчитывает десятки тысяч лет, передавали звездные карты устно, через песни и истории. Например, созвездия Южного Креста и темные пятна Млечного Пути играли ключевую роль в их навигации и мифологии. Удивительно, но некоторые из их рассказов совпадают с астрономическими событиями, такими как вспышки сверхновых, которые они не могли видеть своими глазами. Откуда такие знания у народа, не имевшего письменности? Может их устные традиции? Это древнейшая форма звездных карт, сохранившаяся до наших дней. Чатал-Хююк – звезды на заре цивилизации. И, наконец, отправимся в Турцию, к древнему поселению Чатал-Хююк, которое существовало около 7500-5700 годов до н.э. Это одно из первых известных городских поселений в истории, и археологи нашли там любопытные артефакты. На стенах домов вырезаны узоры, которые некоторые интерпретируют как примитивные звездные карты. Например, группы точек напоминают созвездия, а одна из фресок, возможно, изображает извержение вулкана под звездным небом. Если это правда, то Чатал-Хююк мог быть местом, где люди впервые начали систематически наблюдать за небом. Но почему именно там? И как эти знания передавались дальше? Может, это был первый шаг к созданию астрономии, о котором мы почти ничего не знаем? Вот такие 10 загадок, связанных с древними звездными картами, мы с вами разобрали. Каждая из них – это не просто исторический курьез, а окно в мир наших предков, их мышление и, возможно, их контакты с чем-то большим. Что это было – интуиция, наука или помощь извне? Ответов пока нет, но именно в этом и кроется магия этих тайн. Как вы думаете, что скрывают звездные карты? Делитесь своими мыслями в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось путешествие, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разгадки истории. До встречи в следующем видео!